Шкаф не закрывается, а нечего надеть? Выход есть! Или покупаем новый шкаф с квартирой, или перешиваем гардероб. Всем привет! Я Светлана Князева и сегодня перешиваем из пальто бомбер. Ко мне на переделку попало пальто бренде Segual 44 размера. Пальто обалденное, но тесное, фасон устарел. Раньше носили все в облипку, а сейчас ценится более свободное. Сразу перемерила, конечно же, пальто сантиметром, прикинула выкройку из журнала бурда и решила, да, подходит, будем шить. Взяла выкройку модели 120, а рукава модели 121. Распорола пальто на крупной детали и отутюжила все помятости и следы от строчек. Делала это с помощью обыкновенного утюга и хорошо намоченного куска бязи. Долго думала над дизайном, остановилась именно на этом варианте и решила корректировать в процессе. Выкроила правую полочку, выбрала карман, который был в рельефе и зашила рельеф на машинке. Для левой полочки я заготовила кокетку из полосок ткани, проверила, хватит ли ткани, ну а потом раскроила и деталь полочки и кокетку. Левый рукав получился из трех частей, это бачок спинки, верхняя часть рукава и нижняя часть стойки. Вы заметили, что я краю по лицевой стороне, это я делаю специально для того, чтобы не пропустить дефекты. Правый рукав получился из трех частей, это бывший подборд, верхняя часть рукава и верхняя стойка. Правый рукав я раскроила по левому рукаву, для этого я приложила лицом к лицу детали и совместила швы. Нижняя часть спинки состоит из четырех деталей, это подборд, две части пальто и еще одна деталь. Для кокетки я сшила полоски в технике петчворк. И вот, посмотрите на наш раскрой. Это две полочки, два рукава и спинка. Едем дальше. Раскроила подкладку по деталям верха переда и спинки. По низу проймы добавила один сантиметр. Раскроила подкладку рукавов и по низу оката рукава тоже добавила один сантиметр. Выкроила укороченные подборта. Наколола детали подбортов. На верхнюю часть левого рукава я решила пришить кусочек бирюзовой парчи. Ну конечно же пришлось снова попороть. Шью по системе, шей пари. А сейчас пару слов о переделке одежды. Раньше переделка одежды ассоциировалась с бедностью. Сейчас это признак осознанного потребления, заботы о планете. Экологичность это не только сортировка мусора, но и увеличение цикла жизни вещей. Перешивая старую одежду, вы даете вещам вторую жизнь и заботитесь о планете. Возвращаемся к пошиву. Сначала плечевые швы и разотяжила их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сначала боковые швы, швы рукавов, разотяжила все швы, потом втачала рукава в проймы и тоже разотяжила. Обработала подкладку. Сначала стучала плечевые срезы, потом боковые, срезы рукавов и потом рукава вшила в проймы. На примерке я определила, что горловина тесновата. Решила увеличить по спинке на 7 миллиметров, по переду на 1 сантиметр. Раскровила верхнюю стойку из нижней части рукава пальто, а нижнюю стойку из-под борта пальто. Верхнюю стойку соединила с верхом бомбера, а нижнюю стойку с подкладкой. При пуске швов натекла. Соединила швы втачивания стоек. Для резинки по низу бомбера и для манжет я купила кашкарсы. Раскровила две полосы высотой по 15 сантиметров. Для низа получилась полоса длиной 84 сантиметра, а для манжет 2 штуки по 24 сантиметра. Сначала продольный срез манжет. Припуски развернула по обе стороны, перегнула и соединила открытые срезы между собой. При сшивании я растягивала резинку для того, чтобы манжета оставалась эластичной. Пришила манжет к рукаву. Сначала я низ рукава разделила на две равные части и манжет тоже на две равные части поделила. Приколола метки друг с другом, лицом к лицу и сначала растягивая манжет. Аналогично перешила подкладку к манжетам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пришила резинку к низу бомбера. Поделила ее на 4 равные части. Сначала пополам, потом отступила 1 сантиметр и еще половина поделила пополам. Потом от среза отступила 7,5 сантиметров и между этими отрезками сшила резинку между собой. Приколола и пришила резинку, совмещая 5 меток. Аналогично пришила подкладку. Пришила левую сторону молнии к левой полочке, вывернула и пришила подкладку. Аналогично пришила правую часть молнии. Бомбер готов. Раньше это было пальто 44-го размера, а сейчас бомбер 50-го. Называется модель Свити Гуаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова